денис приветствую тебя привет долгожданный эфир после не проложительной паузы скажем так и хорошо то что у нас традиционная встреча связаны с ожиданиями очень интересных фундаментальных событий сегодня прям безумный денек волатильность будет по всему спектру финансовых активов все самые интересные события начиная от статистики из китая сейчас она позади и в этой связи я предлагаю сегодня если ты не против смотреть на рынок нефти что там в моменте складывается и как взять картина может развиться и во что точнее дальше сегодня заседание банка японии тоже позади мы видим то что волатильность паре доллар иен тоже взросла это так лирическое отступление для тех кто следит за японской иеной я думаю что в целом может быть уже создано хорошую стоимость а потому что пара камнем села вниз ну и главное событие заседание фрес вечером решение поставки соответственно пресс-конференция главы резерву джерому паула и уточнение относительно того что со ставками будет дальше уже 1000 лет мы с тобой обсуждаем когда пресс созреет вот это первое снижение процентной ставки но сейчас уже вплотную подобрались к этому событию поэтому ждать осталось недолго очень скоро все решится но важно в этот момент точнее преддвери этого события быть на верной рыночной стороне чтобы на будущих движениях заработать так ну что по хронологии этих событий наверное разобрались я думаю что точнее важно добавить что в таких условиях обязательно следить за риск менеджментом потому что еще раз волатильность будет значительно выше чем другие дни вопрос денис перед тем как перейти к анализу в целом какие у тебя глобальные ожидания по будущим действиям федрезерва например знаешь что меня интересует понятное дело что в сентябре мы ждем снижение ставки как и все ты допускаешь что тут возьмет и сделать под конем фраз сегодня сегодня снизить процентную ставку вот так просто на основании того что слышал что видел что читал очень интересная точка зрения но начиная с 2008 года и когда в принципе все двое активно начал использоваться то я не помню ни единого случая чтобы была разбежность между ожиданиями рынка фьючерсов и реальная ставка поэтому нет так как сегодня у нас ожидание все-таки под 90 98 процентов где-то так ожидание того что завтра не поменяется поэтому нет и не думал что будут какие-то сюрпризы но скорее всего как раз павел подтвердит то что в сентябре действительно первое снижение будет все это вполне логично потому что выборы у нас точнее у них выборы 5 ноября как раз состоятся и следовательно то есть об этом много-много раз говорилось что до выборов первое снижение просто вот обязана быть об этом говорили демократы в этом говорили республиканцы и это абсолютно нормально что в сентябре в принципе все карты складываются на то что да действительно первый цикл снижения начнется глядя на графики то в примерном у меня тоже самое складывается такое же складывается впечатление и в целом даже да я думаю что не будет сегодня прям каких-то вот таких сюрпризов больших хотя реакция кстати говоря но это мы потом уже поговорим когда про индекс доллара потому что реакция может быть кстати немножко не такой как ожидает большинство в плане ослабления баксов что-то не так то есть окей мы подошли к очень важному моменту скажем так средний теле долгосрочно твоя установка и убеждения в том как поведет себя индекс доллара не коррелирует с фактом снижения ключевой процентной ставки да то есть ты допускаешь интересные движения тем как когда-то там доллар пойдет вниз на этом все да я почему больше складывается впечатление что он пойдет вниз позже слушая это это очень интересно поэтому давай тогда не будем затягивать и поделимся нашим с тобой видением личной ситуации с нашими подписчиками так момент я не скажу демонстрация пошла уже так ну что начнем мы традиционно с индекса доллара я кстати сегодня предлагаю тоже посмотреть еще на золото и на рынок нефти ты как не против конечно супер огромный спасибо денег за это за то что ты всегда откликаешься на анализ тех инструментов которые нам взгляд сейчас очень интересные мы всегда с тобой находим как приходим к общему знаменателю по этим активам так ну что индекс доллара 104 . 15 текущие котировки локально до доллар снижается я если опираться на фундаментальный фонд за идею того что все-таки фрес начнет снижать ключевую процентную ставку и и скажем так и сделать это соответствии с консенсус консенсус предполагает снижение ставки в сентябре но мне настолько нравится эта идея которая была озвучена некоторое время назад аналитиками модис о том что возможно фрс может выкинуть какой-то сюрприз и пойти например на смягчение экономической политики по итогам июльского заседания хотя я в глубине души конечно понимаешь что это крайне было вероятно потому что абсолютно согласен с тобой есть инструмент который еще дает нам в принципе общую установку силы понимание как когда сколько и почему ставки будут меняться но все равно может быть мое убеждение в том что доллар скорее всего будет дальше снижаться по госрочной перспективе хотелось бы чтобы импульс для этого нисходящего движения был получен уже сегодня что касается общих рыночных ожиданий знаешь на рынке о чем говорят о том что паул сегодня даже может и не станет комментировать то как будут меняться ставки будущем предпочтет оставить эти важные заявления на симпозиум джексон холли который состоится в августе а до симпозиума джексон холли как раз будет еще два отчета важных это но он фарма в эту пятницу как раз открываем августа этим релизом еще будет индекс c5 то есть индекса потребительских цен который будет публикован по моему 20 точнее в общем до симпозиума джексон холли сейчас не буду не хочу ошибиться поэтому паул который любит заявление о том что все зависит от макроэкономических данных пока что условия еще якобы несложны для смягчения политики может сохранить статус свой сегодня но я все-таки убежден то что рынок уже будет фокусироваться на идее того что смягчение экономической политики начнет уже скоро долгое время доллар чувствовал себя очень бодро может быть теперь пришло время его спускать сегодня на азиатской сессии мы видим распродажи по отчету и теперь сегодня также не самые лучшие цифры ожидаются если статистика по рынку труда разочарует а пятницу мы еще и официально увидим подтверждение этого то признаки охлаждения рынка труда будут конечно же еще одним аргументом для того чтобы прс сначала экономическую политику потенциально это якорь для доллара поэтому денис я понимаю может быть технически есть какие-то интересные уровни которые сейчас магнитом являются для индекса доллара чтобы подтащить его повыше но я все-таки попробую предположить что сегодня индекс доллара пойдет вниз и также распродажами завершить эту неделю так что касается золота котировки в районе двух четырех сто двадцати долларов за трость комсу сейчас я очень долго искал входящую точку кода не решал сожалею что не купил пораньше но сегодня вот когда брифинг записывал все-таки рекомендовал открывать длинные позиции из-за вот этого страшного новостного фонда связанного с геополитикой опять же ближний восток а это как бы один фактор поддержки для золота второй момент он связан с ожиданиями потому что может произойти с американским долларом потому что я думаю то что могут обвалиться доходности американских облигаций сегодня тех же самых десятилеток и это должно поддержать оппозиции рынка драгоценных металлов посмотрю еще за рычным сантиментом несколько дней назад был относительный штиль там 50 на 50 чуть чуть большим отклонением расстановка сил между продавцами и покупателями сейчас мы видим то что проявляет меньшинство длинным позициям интерес а большинство находится в коротких позициях и в этой связи я тоже думаю что сегодня на исходе дня мы все-таки увидим разворот по золоту и продолжение восстановительной динамики с целевой отметкой где-то в районе двух четырехсот пятидесяти долларов за тройскую и даже повыше эту сделку я попробую поддержать прямо до нашего с тобой следующего эфира через неделю когда точно будет о чем поговорить учитывая те события которые впереди и что касается рынка нефти мы уже увидели серьезный обвал я думаю что те кто следят за новостным фоном знают то что это обвал стал следствием значительного ухудшения перспектив китайской экономики причем прям неожиданно так стала вскрываться правда хотя те кто все же внимательно следить за фундаментальным фоном но не могли не заметить первые признаки этих самых проблем которые появлялись еще раз рынок недвижимости кризис на рынке недвижимости конечно же ухудшил текущие экономические условия ввп продолжает снижаться последние прогнозы от сети например то что в этом году китайская экономика ее рост темп экономического роста был 4 8 47 процента то есть ниже пяти а в следующем году вообще просядут до четырех с половиной процентов спрос на нефть снизился с начала года на три процента это крупнейшее падение со времен к вида и я думаю то что ближайшие недели картина точно не изменится она останется такой же тревожный для всего сырьевого сектора можно посмотреть можно убедиться в том как сильно обвалился например австралийский доллар что является тоже следствием вот этих отголосков проблемы с китая потому что проблемы китая обвалили стоимость на железную руду а на австралии как мы знаем покрывает почти полного мирового спроса на этот металл в общем сырьевые инструменты я думаю будут оставаться под прессом и дальше и по рынку нефти я допускаю что все-таки цены могут со текущего уровня почти 80 долларов за баррель прошагать в район поддержки 75 долларов за баррель причем за относительно короткую перспективу так вот на этих трех инструментах когда остановлюсь денис слова передаю тебе хорошо меня уже видно так супер ну чтож я бы начал пожалуй с евро дело в том что в целом я соглашусь с мыслями по тому же индексу бакса там есть маленькая оговорка мы сейчас дойдем до него и покажу значит по евро я все-таки в идеале хотелось бы через добой вниз вниз внизу есть очень классная зонка которая здесь сразу же поддержка по нескольким факторам идет по опционам хорошая поддержка также по марже и чисто такая локально-техническая у нас тоже здесь есть это диапазон 107 60 107 85 из этого диапазона как раз отскок вверх как по мне наиболее вероятен если посмотреть на кумулятиву то у нас сейчас вот на снижение достаточно агрессивная растущая кумулятива вверх как правило это признак того что будет еще сделан добой вниз то есть как обновление минимума а потом уже будем смотреть действительно в хорошую разворотку вверх то есть как помимо технически очень хорошо складываться картина но в идеале это сделать диапазон 107 60 107 85 если проводить вот корреляцию с индексом доллара то здесь у меня вот такой был основной сценарий дело в том что сопротивление основная часть точнее сопротивление это 104 65 104 90 если округлить и с этого диапазона в идеале конечно было снижение вниз где в том что там чуть-чуть буквально не дошли цена подошла вот у нас такая есть более крупная здесь звонка это дневная зона продавцов и фактически начинается вот с уровня 104 47 здесь мы уже вот побывали такие два небольших укола сделали этого уровня теперь единственный вопрос дадут ли обновление максимума перед падением или упадут сразу вот в чем нюанс поэтому я говорил о том что не факт что сегодня на новостях на на риторике павла сразу пойдут вниз вот вот в чем нюанс то есть до стратегически вниз я жду движение но не исключая также еще запрос вверх вот к этому диапазону то что я говорил о 104 65 104 90 и отсюда уже стартануть вниз но оба варианта развития события они носят абсолютно одинаково конечный результат потому что чисто по технике и в связи от по цикличности тоже если посмотреть как выглядят у нас откаты то в принципе запросто сюда вписывается такой сценарий тем более вот у нас даже предыдущие движения примерно такой же ход мысли тоже подтверждали так что здесь лучше держать в уме вот эту верхнюю зонку и если цена туда сегодня зайдет то достаточно высоком будет вероятность того что сходит вниз и тем более по общей корреляции с евро очень хорошо вписывается вот такого обновления экстремум а то с текущих поте как-то было бы слишком просто я уже привык что какая-то рыночная паранойя что если слишком все выглядит очевидно то жди где-то подвоха лично у меня подвох был золотом я золото в начале недели продавал и в принципе реакция была неплохая поначалу вниз там на 250 пунктов но протолкнули выше хотя при этом не сделали закрепление на перекрытие сегмента вот эта штука меня все-таки немножко смутило если посмотреть более стратегически мы уперлись вот в такую трендовую поддержки вполне логично и трендовая и здесь также еще вот у нас локальная поддержка была сделана плюсом к покупателей но более сильная область все-таки внизу то есть вот этот диапазон он однозначно гораздо сильнее вот и сюда попадает у нас и маржа и пусть даже не сильные но какие есть опционы в том числе поэтому здесь могут нам конечно немножко одну подлянку сделать здесь надо очень внимательно смотреть что если если дадут перекрытие вверх а вот этого локального сегмента то есть например придут вот так вот вверх отскок сделают вниз то внизу у нас уже здесь сделаны условия то есть как область зоны покупателей у нас здесь есть и в таком случае тогда у нас хороший отскок вверх будет вплоть до максимума но нюанс в том что если попытаются все-таки плюс минус там с текущих протолкнуть вниз то тогда уже пойдут на обновление минимума а потом уже только вверх поэтому здесь я пока ничего не буду делать по золоту и внимательно за ним следить то есть если перекрытие дают все тогда абсолютно понятно становится вот у нас профиль накопления есть его видно очень сильный такой хороший кстати от него изначально продавал но протолкнули вверх поэтому для того чтобы полноценно здесь поддержать новые покупки желательно закрепиться где-нибудь в районе 2430 например закрепление тела свечи с текущего четырехчасового тайма там сделать и потом уже с коррекции подбирать там районе 2390 плюс плюс минус там будет конечно отличные подтвержденные покупки спокойно можно будет покупать если с текущей буквально вот быстро повалят вниз тогда вот с этой зоны будем тоже подбирать там достаточно хорошие перспективы для будущего роста у нас будут поэтому вот по золоту для пока вот такая есть двоякость но с учетом того что пытаются перекрыть вверх то да и не исключаю то что счетом перекрытия сделать такой откат и затем домой выше а по нефти здесь я полностью разделяют точку зрения я здесь в продажах это остатки продаж часть была зафиксирована еще на 7550 вот здесь вот как раз был неплохой такой объемчик накоплен по футпринту видно в самом самом низу у нас такой торчащий крупный бит вот как раз по цене там 7530 вот там официально ли там чуть чуть выше остаток лучше всего держать все думаю все таки вниз пусть даже у нас и вчера там хорошие объемы состреотечения было внизу но все равно я думаю что мы прогуляемся вот как раз максимум то район 1 2 маржи у нас есть достаточно хороший уровень если раньше я ждал например вот с этого диапазона приблизительно отскок вверх то видел что его ну просто распиливают эти объемы которые обычно дают кульминацию то есть отскок у нас они так просто распиливались вниз сейчас вот область накопления у нас классная если посмотреть на само падение вниз вот у нас где область накопления хорошая сделает в район там 70 20 примерно так что если даже там немножко подскочит выше как помета абсолютно не проблема это скорее новая возможность для продаж и потом все-таки протолкнуть вниз вот вплоть до 72 с половиной так что я лично по нефти за продолжение локальных как минимум продаж на тестирование нижних уровней здесь у меня с собой абсолютно полная корреляция как раз по мнению получается по нефти вниз золото не знаю под под вопросиком ждем но и индекс бакса или стекущих или все-таки через обновление верху ну собственно какие какие евро денис спасибо тебе за рекомендации ну ждем фрс что что-то еще добавить даже не через неделю обсудим все потому что точно будет о чем поговорить но осталось только лишь еще раз напомнить насколько важно контролировать риск меньшими когда так много всего было сказано и когда так часто подсвечивался акцент на важности текущего события тебе тоже крайне результативной торговли будешь дорабатывать там по тем инструментом которые еще в работе либо принимать активности уже после решения фрс исключительно профильных сделок хотя прекрасно понимаю что такие сделки бывают только лишь исключительно позитивные только лишь в сказках иногда приходится признавать неверные торговые решения ну ладно об этом не будем хорошего тебе и всем нашим подписчикам закрытие недели хороших трейдер на текущих новостях и классных выходных денис до встречи спасибо большое тебя тоже успешного закрытия этой недели точнее и от торговки второй половины спасибо всем спасибо пока